Всем привет! С вами Светлана и Ксюша. И сегодня у нас покупочки FixPrice. Давайте начнем, наверное, с расчески, потому что я ее уже затестила. Так, и стоила она у нас 99 рублей. Это нашумевшие расчески для волос, которые многим очень нравятся. И все-таки не могли мы мимо нее пройти. Я до последнего не верила, что она не дерет волосы, потому что, ну, обычная пластмассовая расческа. Что тут может быть особенного? Но на самом деле она крутая, да? Тебе понравилась? Она не дерет волосы реально. И при ближайшем рассмотрении уже, я так поняла, что это достигается за счет того, что здесь различные длины вот эти сами щетинки. То есть первый ряд длинный, второй ряд короче, третий ряд еще короче, совсем короткий. И потом опять длинный, средний, короткий. И за счет этого она действительно волосы не дерет. И прочесывает их очень хорошо. Мне понравилось. Я ей вот сейчас укладывалась уже, расчесывала мокрые волосы и сушила с феном вместе с ней. Поэтому расческа оправдывает все свои положительные отзывы. За 99 рублей это очень хорошая щетка. Ксюшу мы причесали, да? Больно было? Нет, вообще первый раз было не больно и нормально. А мне расческу подавать. А, расчесочку держи тебе, да. Так, дальше. Мы купили вот такие вот детские пузыри за 99 рублей. И сама палочка, она не прикреплена к крышке. Но мы это знали. Мы взяли их с целью переливать в другие. Или если вы хотите пользоваться ими так, то тогда выньте из бутылки эту палочку и промойте ее, потому что она вся в пузырях. И можно, в принципе, отдельно носить, вот так брать на улицу, открывать крышечку и пользоваться. Стоят они, по-моему, 99 рублей. Вот такой баллон. Здесь объем, ну, литр точно. Да, один литр. Вот, один литр. И это здорово. За 99 рублей такой объем пузырей на пол-литра хватит точно. Понравились пузыри? Держи. Давай палочку поближе еще покажем. Здесь вот такой размер пузыриков. Когда они вылетают, они вылетают прям такой кучей. Слитно вместе. Так, еще мы купили вот такую вот игрушку, которую покупаем каждое лето. Это водяной такой пистолет. Они практически одноразовые, довольно-таки быстро ломаются. Но, тем не менее, все равно взяли. И стоила она, наверное, 55 рублей. Да, это спорт и фан игрушка. Водяная помпа. 180 миллилитров. И если туда не попадает песок или какая-либо грязь, и делать все аккуратно, то она прослужит долго. Да? Держи. Так, дальше. Десерт детский частенько берем. 77 рублей ломтишка. Это по типу киндер пингве. И очень по вкусу. Похож и по составу. Поэтому нет смысла переплачивать. Здесь 8 штук за 77 рублей. Так, дальше. Вот такие салфеточки у нас всегда уже вы можете видеть в покупках. Мы их берем постоянно. Попробовали антибактериальные, не зашли, потому что у них меньше площадь. И они не тканые, а какой-то вот такой, мне кажется, бумажный слой. Не очень понравились. Поэтому вернулись опять к своим любимым. 140 штук. 77, по-моему, они сейчас уже стоят рублей. И рублей 18-20 штук. Держи. Повторяю, покупку уже не первый раз. Allgate Plot, ополаскиватель для рта. И именно свежесть чая мне нравится больше всего. Он потрясающий. Здесь 500 миллилитров, он стоит 99 рублей. У нас в других магазинах, наверное, 250-300 миллилитров, стоят рублей 140. Поэтому дешевле нет нигде. Мы взяли два, потому что нам очень нравится именно зеленый чай, свежесть чая. Он гораздо приятнее и дольше держит свежесть. До этого попробовали там что-то типа пихты, укрепления десен и так далее. Не такой вкусный, а вот этот прям зашел замечательно. Никакого спирта не чувствуется, жжение во рту тоже. И полдня точно у вас свежее дыхание, и вы ощущаете этот приятный вкус в полости своей рта. Поэтому взяли про запас. У нас чай разбирают очень быстро. Осталось два. Их всего там штук 100, наверное, было. И чай всего осталось два. Искали, вывискивали. Поэтому забрали их оба. Так, и дальше у нас что? Масочка. Я такую именно масочку от Samsung еще не брала. Я показывала вам желтую и розовую. Они мне очень понравились. Я ими довольна. Здесь очень много сыворотки внутри. И само лекало просто идеально подходит, ну, к моему личному лицу. Ни меньше, ни больше, ни взять, ни убрать. Это фирма Samsung. И стоят они 55 рублей. Зелененькое разглаживание морщин и восстановление тонуса. Попробую зелененькую. Расскажу вам обязательно. Желтые, розовые классные. Так, дальше. Тоже нашумевшая маслица для волос. Густое масло для волос. Есть у меня любимые блогеры. Вот у них я видела это масло для волос. Очень они его хвалят. И именно крапивное. Там было еще с красным жгучим перцем и горчичное. Вот крапивное хвалят. Это народные рецепты фитокосметик. 100% натуральный состав. Без силиконов, парабенов. Густое масло для волос. Восстановление и защита с эффектом кератинового выпрямления. С ромашкой, соком алоэ вера. 50 рублей стоит такая баночка. Объем здесь небольшой. Даже нигде не написан. А вот здесь этикеточкой. 155 мл. Но так как оно густое, у него расход гораздо меньше. Я еще сама лично не пробовала. Но положительных отзывов на него много. Пахнет здорово травками. Запах крапивы чувствуется. И ромашечка прям. Вот оно прям такое густое-густое. Видите? По консистенции. Поэтому я думаю расход у него будет небольшой. Похоже на сливочное масло. Немножко подтопленное. По консистенции. Но вот я по рукам растерла. И никакой жирности на руках в принципе не осталось. А так будем тестить. Обязательно вам потом в пустых баночках расскажу. Держи. Так. Из бьюти штучек еще взяли вот такие вот палочки для маникюра. Деревянные. 55 рублей. Лавли лав. 30 штук. Их здесь. Это тоже выгодная покупка. И что мне понравилось. Это хранение этих палочек. Потому что здесь вот такой вот замочек. Который удобно. Удобно говорю. Открывается и закрывается. Вот тут скотч какой-то мешался. Так. Вот. Их очень удобно хранить. Они никуда не денутся. Не рассыпятся. Я планирую делать себе гелевое покрытие на ногтях. Наверное со следующего месяца сама. Жду большое количество посылочек с Алиэкспресс. Поэтому будем снимать с вами теперь видео и о маникюре. Поэтому эти палочки нам пригодятся. Также для ногтей трафареты. У нас в нашем магазине было представлено два вида. Вот эти мне показались самыми удачными. Мы будем прикладывать трафарет. Так. Подготовьте носевой пластин. Нанесите базовый слой. Распределите трафарет по ногтевой пластине. Нанесите цветной лак. Ну и лак-закрепитель. Все в принципе понятно. Бабочки, сердечки. Ну и интересный дизайн. Сейчас попробуем вскрыть. Петя, ножницы не принесешь. Сейчас попробуем вскрыть и посмотрим с вами как они выглядят. А пока из покупочек еще у нас вот такой кондиционер. Это полтора литра. 55 рублей. 1,4 литра. И я брала из этой серии розовый еще какой-то давно-давно. Потом перешла на другие кондиционеры. Сегодня захотелось очень вернуться к этим. Потому что это суперэкономично. Потрясающий аромат и объем. И состав здесь, кстати, ну не хуже, чем у аналогичных кондиционеров. Гораздо дороже. Поэтому не вижу смысла переплачивать. От него белье действительно мягкое. И сиреневый пахнет классно. Хочешь понюхать? Давай, давай понюхать. Классно, да? Это, кстати, неудобно. Я могу сама открыть, кстати, маму. Здорово. Пахнет вообще здорово. Здесь нарисованы палочки, по-моему, корицы и корицы. Да, но корицы он не пахнет. Пахнет цветами. Запах свежести и цветов. Обалденный запах. Так что, если вы не пробовали за 55 рублей вот такие кондиционеры фикс-прайс, я вам очень советую. Так, давай я ножничками разрежу. Там чушечки, кстати, не устали. Так неудобно. Вот. Открыли. Сейчас посмотрим, что они из себя представляют. Эти трафареты. И тебе сделаем обязательно. Когда наши посылки придут из Китая. Вот как выглядят трафареты. Так. Вот. И получается, мы будем... Ну, давай какой-нибудь попробуем. О, они, кстати, разные по размеру. Рассчитаны на очень большие ногти. Смотрите, от большого к маленькому все идут. То есть, на каждый ноготочек можно отдельно. Но, в принципе, смысла нет. Давайте попробуем. Посмотреть. Вот, что он из себя представляет. И если мы его приклеим на ноготь, как это все будет смотреться? Не, нормально. Кстати, на мой большой ноготь, вот, в принципе, вот этот большой размер как раз. Но они у нас все равно получаются одноразовые, потому что я так предполагаю, что вот на конце нужно будет это все дело обрезать. Или вот так вот как-то загнуть, что ли, и наносить. Второй раз их точно не используешь. Но вообще вещь прикольная. Сколько они стоили, я даже не скажу, ценника не было. Ну, мне кажется, рублей, наверное, 25 они стоили. Хотя, может, и 55. Но это нормальная цена. На нескольких ноготочках при маникюре делать себе такие узорчики. Вот, в принципе, он обратно приклеился. Так что, может быть, и несколько раз можно использовать. Горь, погромче. Вот на это все. Всем пока-пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. И ставьте лайки. Пока-пока. А у нас очень жарко, мы поехали. На пруд. Купаться. Купаться. Пока.